Добрый вечер, дорогие друзья! Мы представляем цикл дискуссий «Цифровой след», который организован научно-производительским проектом Курилка Гутенберга. И сегодня у нас очередная дискуссия, на этот раз про интернет и детей. Мы говорим о тех стереотипах, которые существуют в отношении понимания того, как дети и вообще подрастающие поколения живут онлайн. Одновременно пытаемся их, если не развенчать, то каким-то образом задать вопросы, насколько эти стереотипы в принципе рабочие и из каких наблюдений за детьми, подростками, молодежью они произрастают. И сегодня с нами на эту тему будут дискутировать Ксения Лученко, заведующая кафедрой теории и практики медиакоммуникации Института общественных наук РАНХИКС и методист просветительского проекта «Деотэспфлэт. Как читать медиа», который ведется Геотэнститутом, порталом Кольта при поддержке Европейского Союза. Добрый день! И Надежда Таппудогла, главный редактор портала МЕЛ, а еще автор книги «Ты же мать» через хэштег «Материнство по правилам без» и автор блога «Кококо мой бой». Добрый вечер! Добрый вечер! Значит, поскольку эта тема такая животрепещущая, и поскольку о ней можно говорить очень по-разному и очень долго, и вступая в самые разнообразные холивары и агрессивные дискуссии, я предлагаю сначала обвиняться некоторыми такими ключевыми высказываниями, ключевыми тезисами о том, что из себя, на ваш взгляд, представляют собой как раз те самые стереотипы о ребенке в интернете, об интернете относительно ребенка, а дальше мы попробуем эти позиции друг другом либо схлестнуть, либо как-то подстроить. Кто хочет начать? Ксения? Ну, давайте я, хорошо. Ну, собственно говоря, я могу немножко начать с того, чтобы объяснить, почему меня выбрали экспертом в этой прекрасной теме, потому что у меня такой тройной фокус, на самом деле. Я, с одной стороны, много, естественно, общаюсь со студентами, потому что я преподаю в Институте общественных наук РАНХИКС, и эти студенты, они как раз такой проводник между миром взрослых и миром детей, и мы, конечно, с ними обсуждаем медиа, их медиапотребление, поведение и так далее. Собственно, каждый год мы начинаем с того, что обсуждаем с ними, как они себя чувствуют в этом медиамире и способны ли они его как-то отрефлексировать. С другой стороны, с проектом «The Earth is Flat» мы занимаемся с подростками, со школьниками, и, собственно, занимаемся примерно тем же самым. Мы занимаемся медиаграмотностью, и мы уже объехали 12 городов России в каждом городе с детьми. С одной стороны, мы их, естественно, учим, так сказать, ну, это тренинги, да, помогаем им научиться верифицировать информацию, заниматься каким-то производством видео самостоятельно и так далее. С другой стороны, мы тоже с ними про это, естественно, разговариваем, потому что занятия у нас интерактивные. Кроме того, у нас есть тренинг для учителей, где тоже получается такая большая выборка, преимущественно как раз про все эти стереотипы и про то, о чем они вообще хотят, чтобы с ними говорили в этом контексте. А с третьей стороны, у меня есть свои дети, из которых один уже вырос, то есть он уже студент, и поэтому моя какая-то личная родительская стратегия, она тоже добавляет мне некоторого такого нового ракурса. И при этом он начинал свой, так сказать, путь в медиа, еще когда были видеомагнитофоны с кассетами ВХС, смотрел на них мультики, и, естественно, были кнопочные телефоны, и вообще какая-то совершенно другая эпоха. А теперь у него, естественно, там iPhone, MacBook и так далее. Я могу сказать, что некоторая успешность моей стратегии, по крайней мере личной, для меня очевидна. Поэтому у меня есть, конечно, некоторое наблюдение на эту тему. И в первую очередь мне бы хотелось сказать, что, конечно, в этой проблеме интернет и дети вместо слова интернет можно подставить любое другое. Можно сказать, город и дети, море и дети, климат и дети у нас сейчас очень актуальная тема. То есть любая среда, в которую дети попадают, она родителей пугает. И это всегда, с одной стороны, вопрос такой обычной базовой безопасности, что надо научить не открывать дверь незнакомцу, надо научить не ходить с чужими взрослыми, не дай бог не подходить к чужим машинам. Ну какие у нас еще есть такие базовые навыки, которые мы учим детей, запомнить свой адрес и так далее. Ровно такие же, собственно, есть принципы безопасности, про которые мы можем говорить в связи с интернетом. И на этом, собственно, все заканчивается, потому что дальше начинается обычная жизнь. Мы же не скажем, не выходи на улицу вообще, не плавай в море. Конечно, мы скажем, не плавай в шторм. Ну, это нормально. С другой стороны, понятно, что возникают все эти страхи, тревоги, которые связаны вообще с какой-то сепарацией детей от нас. И потом вот мы со студентами недавно как раз обсуждали все эти проблемы и пришли к выводу, что на самом деле вот это разделение на реальную виртуальную жизнь уже устарело. Что реально уже сейчас вот эти поколения, которые выросли, у них есть одна единая целая жизнь. Просто часть ее реализуется посредством всех этих гаджетов, приложений, СМИ, всего на свете. А другая часть как бы реальная, на самом деле непонятно, что реальнее у них. Происходят такие же события. Есть эмоции, есть какие-то интеллектуальные развития, есть просто потребность потупить. Есть какая-то приватная сфера и наоборот публичная. Все то же самое, что есть в обычной жизни, просто какой-то процент меняется. На самом деле жизнь, она одна, единая, они ее уже не разделяют. Поэтому это наши проблемы, что мы говорим, что вот у них есть та жизнь и эта. На самом деле она одна, она большая и цельная. И поэтому проблемы только те же самые, которые были всегда. Проблема доверия, проблема отношения, проблема уважения к частной жизни, проблема безопасности. Но ничего нового в связи с интернетом сейчас уже не появляется. Более того, но будем честны, сейчас уже родителями стали то поколение, которые уже сами многие друг с другом познакомились в интернете. Ну были чаты и ЖЖ, да, теперь Facebook, Tinder, WhatsApp, где дети, там, контакт, Telegram. Ну по-хорошему-то уже даже для нашего поколения эта жизнь реальна и неразделима. Вот, ну, мне кажется, для начала так. Хорошо. Ну и уже почти все сказано, за исключением того, что, мне кажется, да, мы должны обсуждать не интернет и дети тему, а интернет и родители. И при этом обсуждается определенный сегмент родителей. Потому что, когда мы говорим о том, что родители встревожены, родители регулируют и так далее, мы говорим на самом деле о достаточно тоже такой ограниченной прослойке населения. Потому что, если мы возьмем среднестатистического россиянина, как показывают многочисленные опросы и исследования, он, в общем-то, особо и не в курсе, сколько его ребеночек проводит времени в интернете, чем он там пользуется, и не очень-то это его и волнует. Потому что ребенок занят, ребенок дома. И для многих родителей, на самом деле, телефон, интернет, ноутбук или планшет стали не столько какими-то... Эти родители, говоря эти, я не подразумеваю, что они плохие, а другие хорошие, наоборот. Они не думают о том, что нужно что-то там запрещать, регулировать и так далее. Они вполне довольны, потому что их ребенок как раз в безопасности. И тот ребенок, который проводил время раньше во дворе и был как бы вне поля зрения, теперь сидит дома и вроде бы прекрасно проводит время и даже ничего страшного не совершает. А другой фронт родителей, те самые тревожные городские родители, которых мы для себя так определяем, или осознанные городские родители, неважно как, они как раз очень рефлексируют на тему того, что ребенок там делает, как он делает и так далее. Но у этих родителей как раз есть общая такая... Я тоже родитель, и у меня тоже есть эта черта. Она, наверное, не самая приятная, потому что мы можем сто раз говорить о том, что мы можем учить детей медиаграмотности и так далее, и так далее. Но когда дело доходит до бытовой ситуации, мы идем исключительно через репрессии, запреты и так далее. Потому что любой договор с ребенком, он рано или поздно ломается, особенно по мере взросления ребенка. А выстраивать новый договор достаточно сложно. Поэтому начинается история про то, что дай сюда свой телефон, я сейчас включу Wi-Fi, и ты узнаешь, что такое же... Причем родители начинают это делать уже после того, как ребенок достиг вполне себе сознательного возраста, и даже ребенок к нему уже странно было бы относить слово. И сам родитель купил ему телефон, а то и два, еще один планшет, еще один ноутбук, а потом вдруг бац, и я тебя всего лишаю, отключаю. И вот это вот для меня самая страшная история, потому что мы сначала приращиваем третью руку, а потом ее рубим. Давайте тогда я позадаю вам провокационные вопросы, раз вы так прекрасно душно друг с другом соглашаетесь. Правильно я понимаю, что история про то, что детям небезопасно находиться онлайн, или что там их подстерегают какие-то новые опасности, это, с одной стороны, проблема отцов и детей, извечная, погруженная в новую среду, а с другой стороны, результат неполного понимания родителями того, что происходит онлайн вообще и в том сегменте, в котором сидят сами дети. Так, но я-то, честно говоря, думаю, что да, здесь скорее все проблемы, они старые, как мир, собственно, ничего не изменилось. Как люди решали каждое следующее поколение проблемы добра и зла, любви, смерти, так на новом языке каждое следующее поколение их и решает. Никакие медиатехнологии тут ничего не меняют глобально. Поэтому, конечно, это та же самая проблема отцов и детей. Конечно, это тот же самый бесконечный страх и тревожность, тот же самый поиск внешнего врага, поиск виноватого в том, за что ты не можешь отвечать, поиск контроля. То есть это все скорее проблемы какие-то психологические, философские, чем непосредственно спровоцированы этим интернетом. Ну, то есть, ну, не было интернета, точно так же ругались из-за, не знаю, там, дискотек, из-за плохой компании. Теперь это плохая компания ВКонтакте, условно говоря, хотя на самом деле реал никуда не делся. Ну, то есть, мне, честно говоря, кажется, что ничего особо нового в этом нет, что это просто обострило и предъявило нам в это публичное поле, вытащило те же самые какие-то психологические, отношенческие проблемы, которые были всегда, теперь мы их просто хорошо видим, и, значит, мы можем их как-то на новом уровне решить, мне кажется, так. А нет такое в продолжении, что если это все публичное массово обсуждается, и, соответственно, появляются коммуникационные сервисы, где родители могут обмениваться суждениями, то эта тревожность прорастает по экспоненте и становится, ну, такой, заразительной историей. То есть мы можем обмениваться пугалками и страшилками о том, что там делают дети ВКонтакте, и даже те люди, которые, те взрослые люди, которые, в общем и целом, ну, вполне так мысль здрава, и согласны на то, что у детей есть как раз возможность сепарации, что у них есть свои выделенные пространства, это классно, даже эти люди начинают задумываться, они ввести ли мне родительский контроль, потому что, действительно, черт его знает, чем он там занимается, он же там или она не в полной мере отдаётся. Да, родительским контролем — это просто какие-то анекдотичные истории, потому что мы один раз просто ради эксперимента поставили посмотреть, как это работает, и потом не понимали, как это снять, ну, чисто технически, и бедный ребёнок не мог делать уроки, потому что этот родительский контроль блокировал очень много сайтов, он же по ключевым словам блокирует, которые были нужны и полезны, и в итоге пришлось просто гаджет сменить, потому что дальше начиналось «Мама, дай мне твой компьютер, вот этот ваш дурацкий родительский контроль не пускает меня в YouTube, а мне там надо посмотреть ролик по истории». Ага, но в таком случае это означает, что сама медиасреда и учителя, например, или вообще образование, которое работает более или менее аккуратно с, собственно, медией и с цифрой, уже принуждают, ну, или предлагают ребёнку постоянно заходить в онлайн-пространство, а родители или другие взрослые, или просто более такая как бы традиционная система отношений к ребёнку в информационной среде заставляет быть осторожными. По сути, ребёнку учителя говорят «посмотри ролик в YouTube», а общая тревожность говорит «нет, ну YouTube — это же помойка, не ходи туда». И так настроены, например, механизмы того самого родительского контроля. Ну, я имею в виду, да, технические. Ну, наверное, так тоже можно сказать. Да, и возвращаясь к предыдущему вопросу, конечно, моральные паники распространяются именно так, как вы сказали, что, ну вот была эта история хрестоматийно с синими китами, когда на минут 5-10 зашкалил и критическое мышление отключил даже у меня. Вот по первому прочтению этого текста в «Новой газете», конечно, ну вот это было 3 года назад, да, в панику впали все, потому что там все триггеры были очень хорошо по тексту разложены. Поэтому, конечно, моральные паники именно так и распространяются, таким вирусным образом, но они так распространялись и до интернета, потому что, например, антрополог Александр Архипов, у неё есть блестящая лекция, она рассказывает, в частности, про телеграф. Когда изобрели телеграф, была примерно такая же история, и такие же пугалки, я сейчас точно не помню, можно посмотреть. Да, но Александра читала здесь некоторое время назад лекцию, вот как раз примерно про то, как вирусно и вирально распространяются моральные паники и боязнь по отношению к данным. Ну, людям, в принципе, свойственно волноваться за детей, свойственно бояться. Кроме того, людям свойственно выносить вовне этот образ врага, и какой-то там, что от того, что у меня у ребёнка проблема, и я не могу с ними справиться, наверное, это виноват какой-нибудь страшный куратор. Ну, кто-то внешний. Кто-то внешний. Конечно, когда, не дай бог, происходят какие-то совершенно страшные вещи, как попытки суицида или, в принципе, какие-то психологические проблемы у детей, любая психологическая защита, рационализация, она, конечно, способствует тому, чтобы люди искали объяснение рациональное, логичное, и кого-то назначали виноватым. Назначать виноватым себя очень страшно и тоже совершенно непродуктивно, поэтому чаще всего говорят, что вот ребёнка убивает что-то внешнее. Мне кажется так. Ещё пугает, конечно, неизвестность, потому что мы не понимаем, что они там делают в этом интернете. Это утопия, что можно это проконтролировать. Никак нельзя. Они уже там по Даркнету шарятся вовсю. И отключил Wi-Fi, был какой-то хрестоматийный. Например, в Фейсбуке, что девочка подключилась к Wi-Fi в ветке метро, которая подходила под домом, прекрасно этот родительский контроль обходила. Поэтому мы за ними не угонимся никогда, потому что они в этом родились. И мне кажется, просто эту идею надо оставить. То есть просто поучитить на самотёк. Пусть они делают что угодно, учатся сами. Ну хорошо бы, чтобы они всё-таки рассказывали, как-то делились. С кем они там познакомились, о чём они там болтают. Но так же, как они рассказывают про то, о чём они с одноклассниками болтают или с друзьями. История ещё в том, что мы как-то тут очень... Ну я, наверное, уже буду дальше как главный редактор говорить. Хотя сначала я думала говорить как родитель, который я пыталась определить однажды для себя свой страх Ютьюба. И поняла, что этот страх был в том моменте, когда я оставила свою маленькую племянницу смотреть какой-то безобидный мультфильм на детском Ютьюбе. А мы воспитываем детей, но у нас есть определённые точки зрения, которые мы стараемся донести на наших детей. И, например, мы считаем, что девочки не должны с утра до ночи носить розовое и быть очень сахарными. И я оставила буквально на 15 минут, включив вот самый безопасный мультик, возвращаюсь, и она смотрит какой-то ролик, где всё розовое, где всё сахарное, и говорят, «Глиттер и красота, вот моё оружие!» И вот это мне было страшно, потому что как-то это выпадало из моей концепции безопасного интернета, детского Ютьюба и всего остального. Но если вернуться к родителям в целом, то есть у нас ведь дети интернет — это не только боязнь контента. Дети интернет — это боязнь массы вещей. Например, нам, в том числе даже наши чиновники и чиновники высочайшего уровня доносят самые разные исследования о том, что телефоны влияют на глаза, на мозг, на копчик, на правую ногу, на левую ногу и так далее. Каких-то длительных подтверждённых данных до сих пор нет, но вот эта вот как раз история, она сродни тому самому информационному заражению, потому что ты в какой-то момент думаешь, а вдруг и правда влияет, ну уж невозможно, страшно же. Во-вторых, мы понимаем, нам говорят нормы, сколько должен ребёнок пользоваться интернетом, пользоваться экраном, взаимодействовать с экраном. У возраста, условно говоря, год-три, даже год-два — это одна норма, и вообще-то там минимально рекомендовано. С трёх до четырёх-пяти — другая норма и так далее. Причём эти нормы разнятся ещё и по типу контента. Там динамичный контент, статичный контент и так далее. Но считается, что это всё оказывает воздействие на развитие ребёнка. Мы тоже до сих пор не знаем, каково это воздействие. И у меня есть любимый запрос в Гугле — запрос про скринтайм со словом «кидз», и ты находишь массу прекрасной противоречий себе друг другу информации от более чем авторитетных исследовательских групп, потому что, да, мы не знаем, но нам надо как-то смириться с тем, что мы пока не знаем, а узнаем только позднее. Потом начинается следующий страх, что ребёнок как раз… Следующий страх связан с тем, например, когда ребёнок первый раз входит в игровую реальность, мы не умеем противостоять игровой реальности. Ты не можешь договориться с человеком, который первый раз играет в Fortnite, что ты будешь играть только 15 минут. Нет, такого не бывает. Когда ты забираешь у него планшет, твой ребёнок кричит, и ты становишься его злейшим врагом. Хотя вроде бы вы там тоже договорились. 15 минут — вот будильник, вот Fortnite. Как раз на одну партию тебе хватит. Дальше начинается, да, то, что ребёнок заводит аккаунт в любой соцсети, и мы часто вообще даже не знаем, что этот аккаунт существует. Это самое главное. Вот это вот такой момент, когда ты живёшь и не знаешь, что там может происходить, и что там твой ребёнок постит, и какие, да, дяди, тёти и прочие опасные элементы с твоим ребёнком общаются. А дальше, да, дальше начинается классический вот этот сегмент, и он как раз в отцов и детей. Это история уже про просто непонимание действий, движений, мыслей и попытки друг друга перестроить с одной стороны сильнее, с другой стороны слабее. Так что, в общем, да, мне кажется, тут очень сложно говорить. Это супербольшая проблема, если мы говорим в целом про родителей, в целом про детей и в целом про интернет. Тут есть куча подтипов со своими локальными и очень серьёзными для них проблемами. У меня на самом деле есть два ещё таких вопроса, которые вот я реагирую на то, что происходит. Первый вопрос очень, скорее, как комментарий. Вот мы же действительно привыкли всё время говорить о том, что мы живём в пузырях фильтров, да, имея в виду социальные медиа, что мы видим какой-то свой выделенный сегмент и так далее. Но, возвращаясь к разговору о собственных аккаунтах, про которые мы не знаем, ведь есть довольно большое количество инструментов и тех же самых социальных медиа, которые ориентированы прежде всего на подрастающее поколение, там TikTok, лайки, вот эти штуки. И чаще всего взрослые либо не знают об этом, что они есть, либо, попадая туда, вообще не понимают, что там происходит. И, ну, прежде всего, испытывают некоторые недоумения, понимают, что они динозавры, которые вымирают, потому что что там происходит. Человек снимает какое-то пятиминутное видео на какую-то музыку, накладывает на себя фильтры и получает 100 миллионов лайков. Это хорошо или плохо? Ну, в смысле, это как бы одобрение, но здорово лишь, что дети привыкают к тому, что можно получать такое простое подкрепление, позитивное, такое простое одобрение онлайн. И дальше возникает вопрос, что, оказывается, родителей может пугать не только то, что происходит потенциально нехорошего, страшного и неприятного с детьми, но и то, что просто происходит какая-то коммуникация, которая ненаблюдаема, и даже если она позитивна, мы не очень можем понять, ну, какой у нее будет эффект. Ну, вот правда, у меня нет детей, да, но меня, например, вызывает вопрос, насколько здорово, если ребенок в возрасте, там, условно, пяти лет, а я видела этих блогеров пяти лет, действительно научается как-то манипулировать социальными медиа кнопочками, фильтрами, еще чем-то, научается производить как будто бы собственный контент, а потом привыкает к тому, что ему все пишут «класс, какой ты молодец, супер» и сто миллионов сердечек и лайков. Не возникает ли потом эффект, что человек ждет, что и в дальнейшем в других социальных медиа или уже в условной реальной реальности, ну, как бы он будет встречаться примерно с таким же одобрением при таком же минимуме усилий, которые прилагаются к этому? Ну, тут ответ, собственно, один. Времена не выбирают. То есть мы просто заложим ситуацией. Мы не сможем с этим ничего, то есть не нужно думать, что мы можем отвечать за большее, чем мы можем отвечать. Но они уже в этом живут. Это тот как бы вызов, да, с которым они столкнулись, и с которым они дальше будут сами разбираться. Безусловно, мы можем им помочь, но это не запретительные, репрессивные, на мой взгляд, меры. А можно просто обсуждать это все, разговаривать. Что касается всех этих новых каких-то платформ, с которыми мы не знаем, что делать, ну, я, например, прошу мне показать то, что мне интересно. Не играю в то, что «ой, давай мы с тобой поговорим о том, что интересно тебе». А мне правда интересно. Ну, то есть мы точно так же, когда начался этот бум рэперов, когда был там батл Оксимирона с Гнойным, я просто стала детей спрашивать своих. Говорю, объясните мне, пожалуйста, я что-то вот как-то упустила всю эту тему с рэпом, а что реально происходит. И мне, в общем, выдали довольно квалифицированную справку, с которой я уже начала сама смотреть, ну, просто чтобы понять, что это за явление. Точно так же, ну, вот мои личные дети ТикТоком не пользуются, кажется, я не знаю. Вот, мне не докладывали. А вот дети, с которыми мы общаемся на наших тренингах, пользуются, и мы их спрашивали, а вот зачем? А как вы диверсифицируете там сторис, например, в Инстаграме, а что вы в ТикТок выкладываете? Ну, по-разному говорят, там у каждого свои стратегии. Поэтому мне, например, просто чтобы понимать, что происходит, мне это искренне интересно, поэтому я их спрашиваю. А так, ну, действительно, да, там есть очень много психологических штук, которые как бы с интернетом усилились. Вот, в частности, это зависимость от лайков, но люди всегда хотели признания, одобрения. Ну, просто теперь это выглядит в такой форме. Когда-то мы писали анкеты в школе, и нам тоже там писали какие-то, и мы тоже от этого зависели. Есть этот fear of missing out, так называемый, когда тебе кажется, что вся жизнь проходит мимо, потому что там все постят фоточки с яхт, и там, не знаю, откуда еще, с веселых вечеринок, а ты сидишь дома. Ну, окей, так, ну, это тоже было. Просто оно сейчас действительно так вот проявлено в этой форме такой откровенной, но это все те же старые проблемы в новом фантике. Вот, и что касается прекрасного ролика про розовых... Про розовое. Про розовое. Знаете, меня когда что-то начинает вот так же дико раздражать, я вспоминаю, сколько мусора было в моем собственном подростковом возрасте, как моя мама тоже на это так поглядывала вот сквозь. И иногда отпускала саркастические замечания, но она старалась как держать себя в руках. Вот мне кажется, это довольно верная стратегия, потому что какое-то количество мусора в нас должно войти. И лучше пусть оно войдет в подростковом возрасте. Ну, я не знаю. Но они смотрят какие-то условно-порнографические ролики, наверное, не знаю. Но я читала спид-инфо. Но это не одно и то же. Не, ну окей. Безусловно, это не одно и то же. Но я уже не буду рассказывать все. Ну, просто мне кажется, это неизбежно. Мы их не можем оградить от того, что нам кажется безвкусным, аморальным, каким-то еще. Но главное, мне кажется, только вот про доверие. Доверие вообще очень страшно. Ну да. Очень страшно доверять. Потому что ты понимаешь, что ты знаешь действительно не все, и всего ты знать никогда не будешь. Ну, жить вообще страшно. Ну окей. Тогда второй вопрос. Насколько в принципе можно рассчитывать на то, что существуют технические ограничения, которые позволяют детей защитить от взрослой информации? Вот как в этой истории про розовое. Ну то есть понятно, что мы можем доверять. Это как установка такая. Вот мы доверяем. Но все равно есть какие-то у разных людей разные представления о том, что продиктованные психологами, непродиктованные психологами, что является взрослой информацией. Вот существуют ли какие-то технические ограничения, которые могут нам сказать, да, окей, вот это точно не будет показано ребенку. Там сна в какой-нибудь, да, не будет показано ребенку никогда. То есть ребенок до этого не доберется. Потому что мне кажется, одно из оснований страха, это то, что люди, взрослые люди, понимают, что интернет – это совокупность огромного количества информации. Иногда даже только догадываются, где лежат какие-нибудь там идиозные совершенно, да, элементы контента. И боятся, что в том числе дети, которые могут быть чуть более грамотными, ну с точки зрения поиска вот этого экзотичного и запрещенного, найдут, не скажут. И дальше что мы с этим будем делать? Это будет верный вариант, да. Вот я так, наверное, сделаю. Мне на самом деле тоже наш разговор немножко напоминает разговор, который с нами вели родители. Когда я училась в старших классах школы, нам говорили, никогда в жизни не пробуйте наркотики. Потому что тогда уже было понятно, что наркотики могут причинить определенный вред. И то, на самом деле, большая часть родителей не понимала, какой вред. Я сейчас не провожу аналогию интернета и наркотиков, я провожу аналогию между родительскими моделями защитить детей от чего-то. То есть мы можем сказать, да, там, не смотри порно, знай, что могут быть опасные люди, не отвечай, не знакомый. Ребенок, в принципе, да, если вы с ребенком нормальные доверительные отношения, он будет, как правило, следовать тому, чему мы его смогли научить. Но бывает такая история, что происходят какие-то неконтролируемые вещи. И точно так же, как происходили вот тогда с нами неконтролируемые какие-то вещи с наркотиками, потому что тебя убеждали, что на самом деле это фан. Это клево. Ты понимал, что это не фан, только когда твои близкие начинали сходить с ума или умирать. Здесь такой опасности нет, но у меня есть любимый пример про запретительные, отслеживающие все такое. У нас один раз был тоже такой же примерно стрим про безопасность в городе. И мы сидели тоже очень таким почтенным составом, Лиза Алерт, урбанисты, психологи, и рассуждали, что вот город безопасный, как объяснять ребенку, как говорить с незнакомыми, не говорить с незнакомыми. И в конце стали говорить, что вот, там кто-то из родителей сказал, ну сейчас же есть вот GPS-трекеры, и уже нужно было завершать все это. И я говорю, кто-то еще хочет что-то сказать. И поднял руку мальчик лет 12 и сказал, а вы знаете, что GPS-трекер очень легко перепрошить, так что он родителю отправляет твой трек, а ты на самом деле совершенно в другом месте. И я поняла, что в этот момент мы могли точно сворачиваться и расходиться, потому что да, можно придумать все, что угодно. Даже тот же родительский контроль, в принципе, я пользуюсь ограниченно родительским контролем, но там для малышей как раз, чтобы уж ему не... Потому что они очень любят залезть вообще куда... Ну они даже не понимают последовательность того, что они совершают, они просто нажимают, 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 и потом происходит что-то. Поскольку да, мы у детей не отбираем ни iPad, они могут в любой момент брать наши телефоны, у нас в этом смысле открытая такая система, где все всем доступно. Но да, стоят определенные ограничения, и дети их успешно, прекрасно обходят. И здесь мы упираемся в стандартную рекомендацию психологов. У вас должны быть доверительные отношения. Ребенка напугало что-то, он пришел, увидел кровавого клоуна, который затаскивает кого-то, вот эти скандальные ролики на YouTube Kids, которые прошли модерацию, и которые дети с удовольствием смотрели. Как клоун затаскивает ребенка в стиральную машину, и дальше ребенка там перемалывает. Ребенок должен прийти и рассказать тебе, что он испугался. Даже не рассказывать про кровавого клоуна, а просто сказать там, ну, логично, чтобы он пришел к тебе. Точно так же, в принципе, спорно такая же история. Как-то в какой-то момент дети приходят и говорят, слушай, я что-то не понял. Ну, если у вас нормальное отношение выстроено в семье, неужели это правда так бывает? Что-то мне такого-то и не хочется, потому что бывает такое порно, на которое детей в возрасте лет 14, даже 12, когда они первый раз, наверное, доходят, очень сильно пугает. Ну, и так далее. То есть мы скорее должны работать по факту, мне кажется. Тем более, что здесь как раз нет угрозы, что твоего ребенка прямо вот завтра кто-то возьмет и у тебя отберет. Это страшно. Большой интернет возьмет в заложники. У меня тут тоже как бы две новости хорошая и плохая. Это с чем с плохой, мы за ними никогда не угонимся. Ребенок точно обойдет все наши контроли и будет смотреть все эти сайты, которые мы там не хотим, чтобы он смотрел, и сидеть там столько времени, сколько он хочет, только он будет прятаться, уходить во двор с этим iPad, ну, масса других. За гаражей. За гаражей, да, с iPad, точно. То есть они технически гораздо лучше соображают, чем мы, просто в среднем. И если у них отнимать, за ними гнаться, то они, конечно, убегут, найдут, спрячутся и все равно будут делать то, что они хотят. А хорошая новость заключается в том, что, ну, насколько я проверяла по довольно большой выборке детей, на самом деле, они не смотрят тот контент, который им не по возрасту. Ну, вот реально психически здоровый ребенок, простите, я говорю какие-то, может быть, немножко... Психофобия, да так тут. Да. Ну, немножко огрубляю, да, но ребенок, у которого все более-менее в порядке. Он, когда смотрит фильм, который ему страшен, даже мультик, он просто встает и уходит. Ну, если это происходит там в зале. Или он выключает его, если он приходит и говорит, что что-то я начал смотреть, мне там страшно было. То же самое с порнухой. Ну, как бы им неинтересно, пока у них еще не проснулся возрастной интерес. Во-первых, неинтересно, во-вторых, неприятно, и они не будут этого смотреть. Как только возрастной интерес просыпается, мы их никак от этого не убережем, даже если мы вообще интернет в доме отрубим и купим кнопочный телефон. Он пойдет к другу. Поэтому, мне кажется, тут главное не делать из этого такую проблему, которая занимает вообще всю вашу жизнь и отнимает весь ресурс. Вот эта борьба у вас, будь то контент, экранное время или что-то еще. Хорошо бы, чтобы был какой-то другой фокус, другое содержание в отношениях. Точно так же, как у некоторых в центре этих отношений становится бесконечное делание уроков и больше ни на что уже не хватает времени, ресурсов и так далее. Точно так же у других это связано с интернетом, с борьбой, с компьютерными играми или с чем-то еще. Но тут как-то каждый сам регулирует, конечно. А хорошая новость в чем? Вот в это хорошая новость. Они не будут смотреть то, что им не по возрасту. А нет ощущения, что если мы за ними не успеваем, то они нам построят такое будущее цифровое, в котором нас не будет. Ну они нас и в нецифровом теоретическом в дом престарелых сдать. Тут, знаешь, не угадаешь. Нет, ну просто предполагается, что, ну смотрите, согласно рекомендациям ВОЗ и вообще общей, да, какой-то истории про понимание возраста, есть ощущение, что люди сейчас позже впадают или включаются в возраст дожития, то есть активные гораздо дольше, чем там условно пенсионный этот несчастный возраст. Но если мы сейчас соглашаемся, что мы никогда за ними не успеем, они там делают что-то свое, то это означает, что мы соглашаемся с тем, что они скоро займут вот это место лидеров мнения индустрии инфлюенсеров и построят что-то, где нам места вообще не будет, потому что мы как бы уже… Есть шанс, что они нам будут рассказывать хотя бы, что они там делают. Это как это называется? На презумпции доверия, это если они нам доверяют. Давайте уже признаемся, что мы построили нашим родителям такое будущее, в котором они не могут найти себе место, потому что мы прекрасно знаем, что в нашем прекрасном мире ни один человек 55+, такой среднестатистический, особо никому не нужен. Вот. Просто немножко меняется этот возраст и дальше все зависит от людей. Есть те люди, которые продолжают выживать и жить даже и в 70-80, а есть те, кто, к сожалению, оказывается за бортом жизни. И потом, ну, обратная сторона, как бы мы… И вот, мне кажется, для всех родителей это суперважная история для понимания. Мы сами все время включаем же людей, детей наших, в такую вот гаджетопатагонку. То есть вышел новый телефон, вот он новый телефон, вышел новый сериал, вот он новый сериал, мы его, естественно, смотрим там, ну, если мы как раз стандартные городские жители, мы его смотрим тоже в интернете, на каких-то сервисах специальных. И ребенок, естественно, живет в такой же точной парадигме, просто у него контент другой, вот все. Но он идет ровно по твоему цифровому пути. И я, если честно, вот не могу сказать, что мой ребенок, например, более зависим от интернета, чем я, который встаю в 6.30, и пока я варю кофе, я читаю, что же там скорее за ночь случилось. Я хотя знаю, что там ничего не случилось, но здесь только самолет где-то не упал, а вот в жизни моих друзей за ночь обычно ничего не происходит. Окей. Мы договорились, что запрет порождает, ну как бы запрет это плохо, вот система запретительная, она порождает, может быть, дополнительный интерес, наоборот, к чему-то, к чему, наверное, не стоит привлекать дополнительный интерес. А что делать с историей про некоторый, ну скажем, грубо коллективизм, когда вот это про наркотики, это хорошая история в том смысле, что действительно нечто запретное объявляется инструментом инициации, то есть если ты этим пользуешься, если ты это смотришь, переводя в интернет-пространство, то ты крутой, то ты взрослый и так далее. Вот появляется среди детей или подростков, у которых выстроено вполне доверительное отношение со взрослыми, все хорошо, да, человек один, который говорит, а вот ты не смотришь вот это, а это на самом деле дико круто. И, ну, если ты как бы не боишься, если тебе не слабо, ну давай вот это надо посмотреть и еще распространить, потому что, ну, мы все должны быть, что называется, на одной волне. Что делать с тем, что внутри сообщества подростков существует, ну, вообще, своя система вирусного распространения контента в связи с тем, что нужно подтвердить своим же условно, что я, ну, не слабак, например, мне не там тошно это смотреть или мне не влом вот этим заниматься или так где-то что-то писать. Здесь же родители и учителя, в том числе, вообще довольно часто не имеют права голоса и не авторитетны. Ну, потому что вообще система авторитетов в отношении с ребенком в определенный момент начинает подвергаться большим, как бы, подвижкам. Вот что делать с тем, что в интернете, окей, есть там какие-то правила безопасности, но есть внутренняя их коммуникация такого типа? Ну, на самом деле вообще это очень тяжелый период в жизни младших подростков. Это касается в основном младших подростков, когда у них вот этот стадный инстинкт затмевает все остальное, потому что родителям кажется, что у ребенка нет индивидуальности, что он зависимый, что он слабак, что он, значит, подчиняется тусовке и так далее и тому подобное. Это, правда, очень тяжело переживается. Я помню по своей маме, как она это переживала, когда я хотела одеваться, как все. У меня просто была какая-то катастрофа, потому что, ну, особенно хорошо, как все в позднем Советском Союзе было одеваться. Я точно знаю это по себе, когда я первая вот со своим старшим ребенком я впала просто в шок, когда я понимала, что он, ну, мне казалось, что он, ну, как бы слабохарактерный, что он поддается влиянию и все такое прочее. Но у меня уже был какой-то все-таки некоторая способность, которая не сразу включалась, но все-таки включалась к какому-то ожиданию хотя бы того, что, наверное, это какой-то период, надо посмотреть, что дальше, потому что сейчас я все равно не понимаю, что с этим делать. И, конечно, этот чудовищный период, один из, ну, вот, один из многих, конечно, он проявляется и в том, как они себя ведут в интернете, да, в том, что у них однотипные эти стены в контакте, что они расшаривают какую-то феерическую ахинею. Ну, просто, ну, я стараюсь просто не смотреть. Ага. То есть я честно могу сказать, что это звучит чудовищно, но я контактом не пользуюсь вообще, и поэтому я иногда просто детей прошу своих показать. А ты мне можешь показать, что у тебя там на стене? Ну, так, мне же интересно знать. Они показывают сами просто своего гаджета, свою иногда. Ну, я не знаю, может, у них там в закрытом режиме что-то другое, я не в курсе. Вот, наверное, это немножко безответственно, но я просто другого пути, честно говоря, не знаю, потому что, ну, исправить это невозможно, а тревожность это добавляет. Ну, наверное, мы не все должны знать. Ну, мы же понимаем, что если мы просто отказываемся что-то знать, то мы фактически смиряемся с теми возможными опасностями, которые это незнание принесет. То есть мы просто... Ну, про возможные опасности лучше говорить, ну, как бы отдельно. Ну, точно так же, как я уже говорила про то, что нельзя знакомиться с чужими людьми на улице. Точно так же нельзя общаться в интернете с теми, кто-то не уверен, что это реальный человек. Вот у меня главное правило безопасности, которое я все-таки обсудила с детьми, обсуждаю периодически, что если у тебя какой-то знакомый через интернет, а там есть такие ребята, с которыми они познакомились в группах по интересам ВКонтакте. Там у одного это музыка, у другого это биология. Ну, в общем, музыка не классическая, как мы понимаем. Я все время только спрашиваю, ты уверен, что это реальный человек и что это твой ровесник? Вот. Больше у меня никаких... То есть я просто все время повторяю этот вопрос, чтобы он у них как-то на подкорке откладывался. Ну, и у меня, конечно, это единственное, что я могу сделать, честно говоря. При том, что мы сами, например, в Фейсбуке иногда оказываемся, вляпываемся в общение с людьми, которые малореальны, и точно не наши ровесники. Вот что меня искренне пугает, есть такое известное исследование по поисковым запросам родителей. Вот у меня в этом исследовании есть любимый фрагмент, что в 16 лет родители ищут, как завести ребенка банковскую карту, а в 18 они ищут, как отменить у ребенка банковскую карту. Тут не должно быть такой истории про то, что мы что-то даем, потом начинаем вот это вот, сейчас будет инструкция и так далее. Финансовая грамотность начинается с того, что принято в семье. Цифровая грамотность начинается с того, что принято в семье. И вот очень простой ответ на вопрос. И доверие начинается с того, что принято в семье. А если в семье просто другие нормы установки, тогда каждый получает то, что, в общем-то, логично было бы получить из этих норм и установок. Давайте пытаемся подытожить. У меня будет последний тогда вопрос. Значит, наши рекомендации родителям, ну, взрослым, да, воспитывать доверие, как-то договариваться, как-то уважать. Ну, то есть какие-то общие такие, которые привязаны к общей такой эмоциональной и социальной гигиене. А что бы мы могли порекомендовать детям? Или просто молодежи, да, которые постоянно сталкиваются с тем, что их начинают учить, чего делать, чего не делать, за них боятся и переживают, что, между прочим, за них говорят на таких дискуссиях. То есть у нас же не сидит здесь сейчас инсайдер-ребенок, который там выскакивает, как чертик из табакетки, и говорит, а все неправда, все наврали. Ну, вот что бы мы порекомендовали этим детям? Мы как спокойные взрослые, которые вот очень трезвый взгляд на вещи воспроизводят. Ой. Ну, мне кажется, детям можно порекомендовать немножко понять, почему родители за них боятся. Ну, как-то уважать эти страхи, потому что... И как-то все-таки идти на контакты, просто пытаться объяснить, что на самом деле ничего страшного они там не делают, а если они делают что-то страшное, то они понимают, что надо себя как-то контролировать и свое это страшное слоумедиа потребление. Вот. Вообще, конечно, страшно. Знаешь, страшно. И детям страшно отчасти. А им же страшно? И родителям страшно. Ну, быть самостоятельным-то, ну, на самом деле, тоже страшно. И когда мама ругается, страшно. И что, гаджеты отберут, страшно. Нет, тут у каждого свои страхи. И как бы... Я не знаю, я бы сказала вот этот вот... Немножко можно пафосно закончить. У нас в этом сезоне очень хороший есть в политическом сезоне лозунг, что любовь побеждает страх. Вот это вот, мне кажется, и к этому нашему случаю частному тоже подходит. Так. Простите, мне кажется, я какой-то несерьезный элемент системы, но у нас есть отличная фраза в семье. Главное, не сломай ногу, в остальном мамочка тебя любит. Мамочка, я не сломаю ногу, я тебе обещаю. Вот у нас со всеми детьми все примерно так регулируется. И я даже не очень представляю. По большому счету, если мы критично так посмотрим на все семьи, мы примерно так все и живем. Конечно. Мы все друг другу даем какие-то авансы и стараемся... А потом ломаем все ноги. Да, потом ломаем ноги, и все дружно эти ноги лечим. И, к счастью, большая часть вещей, да, опять же, лечатся в нашей жизни. Мне нравится ваш фатализм. Давайте мы попробуем передать микрофон в зал. Может быть, у вас есть какие-то вопросы? Или, например, вы хотите что-то узнать, то, о чем мы не говорили, и то, что мы не затрагивали, у вас есть какая-то боль? Вот мы здесь обсуждаем про то, что дети — это уязвимая социальная прослойка, которую мы о ней заботимся, пытаемся ее защитить от различных опасностей. Но на самом-то деле, если, наверное, каждый из вас может вспомнить этот момент, когда так или иначе либо сталкивался с таким мнением в интернете, либо вживую слышал от детей и подростков, про то, что условно взрослые задолбались со своими запретами, мол, мы гораздо лучше к этой среде приспособлены, чем вы, и там условно запретите что-нибудь себе, а не нам. И то есть как вот вы относитесь к тому, что дети воспринимают себя как раз гораздо более подготовленные к общению именно с информацией, с новой информацией, чем взрослые. Ну, тут были совсем недавно замеры вышки как раз, исследования на эту тему в высшей школе экономики, которые показывали, что уровень грамотности у детей и у их родителей примерно одинаковый, разнятся как раз просто сценарии, и разнятся сценарии инструментарии, а уровень грамотности он примерно равен. Вот в этом, наверное, наша самая главная история, что мы не так сильно отличаемся. А что касается запретов и всего остального, ну, это поразительная история, почему это из раза в раз всплывает про запреты, потому что вот тоже у нас была прекрасная дискуссия на эту тему на другой лекции, и родители говорят, я заберу телефон у него, ну, ты купил, какого ты привел, ты включил интернет, но давай никто не мешает нам всем сейчас, кто против интернета, он может положить сейчас смартфон, поехать в деревню, начать отрубить интернет и начать растить детей так, как ему нравится. Никто не мешает, никому так поступить. Почему-то таких людей единицы. Вот. И почему-то, когда родители начинают голосовать, запретим мы телефоны в классах или не запретим, большинство все-таки голосует, сначала все говорят, да, давайте запретим, а голосуют потом противоположно. Ну, вот так. Да, но на самом деле, мне кажется, тут еще вопрос в том, что если мы им запретим представить себе действительно вот этого ребенка, которого жестко ограничивали, не давали пользоваться и так далее, а потом он во взрослой жизни так или иначе все равно с этим сталкивается, ему, извините, надо ЖКХ платить, ему надо вводить показания счетчика воды, ему нужно следить за своей банковской карточкой с счетом, ему нужно пользоваться имейлом, чтобы разослать резюме по поводу работы. На такси проехаться. Ему нужно, да, на такси проехаться. А он ничего не умеет, потому что у него нет опыта. Он не понимает логику, он не может поймать вот эту юзабилити. Ну, то есть это реально такое слишком серьезное ограничение, которое, мне кажется, не ведет ни к чему в итоге для этого. Это какая-то такая травма, мне кажется, серьезная. То есть вот так вот ограничивать, это, конечно, совершенно какая-то опасная вещь. Но это к вопросу о том, лучше уметь научить пользоваться и получать от этого какие-то преимущества. И, конечно, ребенок, у которого это не было каким-то фетишем, какой-то запретной вещью или чем-то, что он должен заслужить за хорошие оценки или чем-то, чего он может добиться, когда вырастет, то он к этому относится гораздо спокойнее, просто как к инструменту. Они могут пойти поиграть в футбол вполне без гаджета, почитать книжку, они все равно общаются с друзьями. Мне кажется, просто вот это спокойное отношение, оно связано в том числе и со спокойным отношением родителей. Можно еще вопрос? Я хотела спросить, как предупредить игровую зависимость? Надежда, вы сказали, что вы пытаетесь как-то договариваться, ставите таймер, 15 минут ты поиграешь, 15 минут нет или что. Я знаю, что уже даже с шестилетним ребенком тяжело вести диалог, ему интереснее час поиграть, чем, может быть, час почитать книгу. Или это опять от чего-то другого зависит. И на каком этапе это можно остановить? Потому что я знаю, многие родители в поездках, еще где-то, чтобы ребенок не доставал их, не плакал, они просто ему дают гаджет, вот тебе, пожалуйста, играй. И ребенок понимает, что это ярко, интересно, красиво. Вот, не знаю, может быть, какая-то профилактика должна быть и на каком этапе это начинать делать. Ну, тут есть тоже свои нюансы. На самом деле, да, можно отдать, вот я подумала, что я так, как демократ, тут разглагольствовала, разглагольствовала, но я не отдаю ребенку свой телефон, не отдавала, на котором установлены его игры, в безраздельное пользование. И у нас с ним есть договоренности с младшим, как раз шестилетним, что, ради бога, если ты сделал все свои дела школьные, пожалуйста, камон, хоть два часа рубись, хоть три, и делай, что хочешь. Должна сказать, что неделю он рубился до вечера, безостановочно, потом он отложил телефон и пошел. И, на самом деле, история в том, что я, пожалуй, только, наверное, на каком-то этапе очень долго это прокритическое мышление. Мы очень долго работали с тем, что качать из App Store, потому что, на самом деле, то, что лежит в App Store, там лежит такая же куча хлама, как и в любом другом поиске. И тут ты должен помогать ребенку выбирать и тоже учить его ориентироваться как-то в том, что он, собственно, сейчас скачивает. Когда мне говорят, что планшеты очень сильно мешают чтению и смартфона, я всегда думаю, что я очень благодарна Майнкрафту, потому что без него мой ребенок бы не научился читать, и он отказывался читать книги, зато когда надо было научиться читать подсказки в Майнкрафте, он очень быстро освоил сложный... А уж английский как прокачивается. Да, английский прокачивается, куча преимуществ. Но мы, да, мы стараемся договариваться, но это работает, это ломается в какой-то момент, когда, например, они переходят к новым играм, когда начинаются истории про доты и про все остальное, но тут тоже есть свои способы, как попытаться. Если у ребенка есть все-таки какие-то другие интересы в жизни, если как-то удалось так все выстроить, если он замечает, что помимо него есть другие люди вокруг, они прекрасно отрываются. Если мы поговорим с киберспортсменами, например, мы увидим, что это супервменяемые люди как раз, которые умеют отрываться. А игровая зависимость это, ну, в свое время однорукие бандиты тоже у нас, мне кажется, полмосквы проиграла все свои зарплаты на год вперед и назад. Так, у меня что-то много накопилось прямо пока я вас слушала. Во-первых, любая зависимость имеет свои причины совершенно другие. У вас сейчас игровая зависимость, потом у вас будет алкоголизм, потому что человек, в принципе, склонен к зависимости, ну, правда. И оно имеет какие-то психологические проблемы. То есть, реально это надо к психологу, если это действительно зависимость. А если ребенок просто рубится в онлайн-игру, то он просто рубится в онлайн-игру. А тут вопрос зависимости это все-таки термин, который имеет совершенно не связанные с интернетом какие-то обстоятельства и причины и корни. Вот тут надо разделять. А если ребенок просто увлечен онлайн-игрой, потому что у него там и тусовка, и целый мир, и все такое, то как бы... Но у меня тут стратеги ровно такая же, как у надежды. Я пока не вижу, что у ребенка какие-то проблемы. У него все в порядке со школой, у него все в порядке с друзьями, он занимается в секциях каких-то, которые ему интересны. Ну, хочет он четыре часа рубиться, ну, пусть рубится. Если все остальное, нормально. А я сериал смотрю, у меня что, тоже выключить, что ли? Нет. Во-вторых, что касается, вот на что я тут среагировала, я вот... У меня есть такое отношение, что все-таки гаджет это очень личная вещь. Я вот свои телефоны не давала никому никогда. То есть, есть свой гаджет, вот туда и ставь все свои приложения. Это, кстати, такая интересная тема. Я прям даже испугалась. Не, ну, у нас технически у него просто iPad старый, поэтому какие-то игры встают только на последний iPhone. Я просто очень нервничаю, когда мой iPhone в чужих руках. Не, я просто не нервничаю. У меня политика ничего приватного нигде и никогда, за исключением того, что ты не написал в интернет, не выложил там куда-то. А во-вторых, в смысле, не знаю, в-третьих, в-третьих, у меня наконец появился совет, просьба к родителям. Если ребенок играет в игру, которая онлайн, но это не малыши, а уже подрощенные дети, если это какой-нибудь, я, честно говоря, название не помню, но если это игра, в которой есть много участников, и в которой они играют вместе, пожалуйста, не выключайте ни через 15 минут, ни через час, а подойдите к ребенку и скажите, дружок, там уже очень долго, когда ты сможешь выключиться? потому что вот это вот вырубание электричества в момент, когда у вас там бой или проходится какое-то препятствие, ты кроме жуткой истерики, ненависти к родителям, ощущения, что ты подвел там всю эту команду, больше ничего нету. То есть тут нужно подойти и договориться, спросить, когда в ближайшее время у тебя будет закончен там, я не помню, как это называется, эпизод, матч, сеанс, и ты сможешь выключиться без потерь, потому что, честное слово, вот лишние полчаса они вам погоду не сделают, а то, какое это производит чудовищное впечатление, что у тебя просто вырубили рубильник и вы не доиграли, и у тебя там герой застыл с занесенным мечом, но это ужасно, так нельзя издеваться над детьми. Это все равно, что вам выключить фильм на самом интересном месте без возможности его потом досмотреть, да еще и ты подводишь как бы людей, которые с тобой вместе. это делали. Ну что, давайте заканчивать. Спасибо вам большое, спасибо вам большое. Мне кажется, это было очень здорово. С вами была Курилка Гутенберг, и мы встречаемся через две недели на следующем прекрасном мероприятии. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok